Его нельзя увидеть, нельзя почувствовать, нельзя потрогать. Именно с таких слов начинается каждая лекция для детей в рамках проекта «Безопасная энергетика». Проводятся такие мероприятия уже более пяти лет. Цель одна – научить детей правильно обращаться с электрическими приборами и электросетями. Арсений приезжает в лагерь смена уже второй год подряд. На лекцию вызвался пойти по собственному желанию. В свои 11 лет он с большой ответственностью относится к безопасности. Это очень полезная лекция, и она полезна и не только для людей, которые, не знаю, там на заводе, допустим, работают, но и люди, которые за компьютером сидят, статьи всякие пишут. Эта ситуация может случиться в любой час, в любую минуту, может даже секунду. И вот. Ну, если бы такая ситуация была, я бы сделал все, что там сказали. По мнению Надежды Крюковой, сейчас дети как никогда подвержены опасности получить электротравму. Лекции, которые она проводит, актуальны для любого возраста – от яслей до старшей школы. Яркие картинки или научно-популярные фильмы – разницы нет. Правила безопасности для всех одинаковые. В первую очередь детям, если они что-то увидели, что с электроприборами или с проводами не так, не делать, не предпринимать никаких попыток самим, а обратиться к взрослым. Позвать взрослых – это самое первое. То есть не предпринимать попыток починить электроприбор, взять в руки, еще что-то. Вот это, наверное, самое основное. Если сомневаешься, лучше не делай. Наверное, вот так вот. А так, это, естественно, не подходить, не заходить на территорию подстанции, не залазить на опоры линии электропередачи. Лекции проводятся абсолютно бесплатно во всех регионах Российской Федерации. Чтобы пригласить специалиста к своему ребенку в садик или в школу, необходимо оставить заявку на сайте в разделе «Детский портал». Там же можно найти много полезной информации, игр и методических материалов для детей. Ника Пастенес, Михаил Попов, Анапа. Регион.